МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Разбираться в самых острых, безотлагательных вопросах. Сегодня буду я, Мария Шматкова, члены общественной палаты Одинцовского района. В эфире телепроект «Разберемся». Звоните нам в студию по телефону 8-495-508-86-84. Делитесь своими проблемами и задавайте вопросы. И сегодня у нас в студии ответственный секретарь общественной палаты Одинцовского района Светлана Геннадьевна Налепова. Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. И Надежда Николаевна Котович, заместитель председателя общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Но прежде чем мы приступим к обсуждению самых острых вопросов и проблем, мне бы, конечно, хотелось поздравить всех общественников нашего района с днём рождения. 12 июля общественная палата второго созыва отпраздновала свой день рождения. Пусть такой маленький, но тем не менее. С какими итогами подошли к этому дню? Светлана Геннадьевна? Ну, если перейти к поздравлению, да, спасибо огромное за поздравление. Мы стараемся работать на благо нашего родного Одинцовского района. Исполнилось нам два года. Мы ещё не отпраздновали. Но уже подводим итоги, готовимся к пресс-конференции и считаем цифры, смотрим, какие вопросы к чему мы подошли. Но прежде чем вы перейдёте к цифрам, всё-таки, мне кажется, наши телезрители сейчас хотят поздравить всех общественников, потому что у нас есть звонок. Вот так, сразу. Мы вас слушаем, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Иванов Захар, я председатель общественной полосы в районе. Здравствуйте, Захар Юрьевич. Уважаемые общественники и все неравнодушные, поздравляю вас с двухлетием. Действительно, за эти два года сделано очень много, но осталось ещё очень много нерешённых проблем. Дай нам всех бог сил, здоровья и новых свершений. Светлана Геннадьевна, держись. Справишься? Спасибо. Мне кажется, общественники всегда и со всем справятся на отлично. Спасибо, Захар Юрьевич. Вы сегодня должны были быть с нами, но по объективным причинам не смогли быть в нашей студии, хотя для нас это всегда большой праздник, когда сам председатель общественной палаты Одинцовского района приходит в гости на телеканал Одинцова. Итак, продолжаем. Неожиданное поздравление председателя. Очень приятное. Буквально полчаса мы узнали, что человека не будет в эфире, и вот поздравление. Отлично. Спасибо огромное. Всегда председатель с вами во всем поддерживает. Мы уже поняли, что всегда есть коллег. Итак, возвращаемся к цифрам. Что касается итогов. Если у нас за прошлый год по обращениям, это самое главное, у нас статистика, 518 было, то в этом году уже 1125. То есть в два раза даже немножко с хвостиком увеличилась активность жителей по работе с общественной палатой. Конечно, очень много вопросов, очень много проблем связан с изменением законодательства, другие вопросы. У нас кризис в стране, да, то есть с этими вопросами. Но если люди обращаются, и такая большая динамика, значит, соответственно, они доверяют, верят и работают с нами. Что еще мы заметили за этот год? Именно в этом году очень много появилось вопросов, которых просят взять на общественный контроль. То есть это такие большие вопросы, сложные, которые решаются много лет. Это вопросы с застройщиками, возведения социальных объектов, какие-то проекты серьезные. И мы действительно работаем, выходим с группами, выходим вместе с активными жителями. А вот они как раз нам сейчас звонят в студию. У нас снова есть звонок. Я думаю, что да. Светлана Геннадьевна, закончите мысль, но чуть позже. Давайте дадим слово нашим уважаемым телезрителям. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Людмила Васильевна. Добрый вечер, Людмила Васильевна. Я житель нашего Одинцова и по улице Северной проживаю. Какой у вас вопрос? Я хочу поздравить нашу общественную палату. Очень приятно, что они работают. И поблагодарить за то, что они, когда мы обращались к ним, учли нашу просьбу и посадили по улице Северной, высадили цветы. Потом мы очень обижались, что цветы высадили они. По улице Северной высадили цветы, помогли с благоустройством территории. Мы обращались, и они выполнили нашу просьбу. Спасибо вам. Вот такие звонки, наверное, приятнее всего не только получать в эфире телепроекта «Разберемся», но и, конечно же, вам на почту общественной палаты приходят благодарности. И это, наверное, самая-самая важная, самая главная оценка работы общественников. Конечно, мы сразу рассылаем эти обращения. Ну, то есть по общественникам, которые благодарности. И все, конечно, очень рады. Там прям обычно это на конкретном члене общественной палаты, комиссии. И получаем очень много благодарности в соцсетях. И даже лично это очень-очень приятно. А вот все-таки, Светлана Геннадьевна, как вы считаете, количество обращений в общественную палату увеличилось все-таки потому, что стало больше проблем, или потому что больше людей узнало о эффективной работе общественной палаты Одинцовского района? Я, конечно, не хочу хвастаться. Мне кажется, сегодня тот самый эфир, когда можно разрешать. Поэтому не буду. Мы, конечно, уже на слуху, соответственно, сама структура. В первый год мы только начали активно работать. Соответственно, информационная поддержка у нас сильная, которая существует в палате. СМИ нам очень сильно помогают, например, телеканал. То, конечно, она знает очень много и по новостям, у которых мы работаем. Но по некоторым вещам, особенно когда мы видим, что по каким-то, даже не видам деятельности, а по каким-то направлениям очень сильно возрастают обращения, они возрастают объективно, возрастают в связи с тем, что появляются определенные очень серьезные даже проблемы. То есть все-таки есть ситуация, о которой говорили и по финансовому кризису, и трудовые отношения у нас сейчас начинают. Здравоохранение. Да, здравоохранение. Здравоохранение. Все, что начинает. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я жительница поселка Мейсок, Батаева Галина Николаевна. Я обращаюсь со своей родственницей, которая является инвалидом. И, конечно, нам очень трудно было решить вопрос, который у нас получился в связи с бедственным положением, можно сказать, сгорел дом. И пришлось обратиться за помощью. И я очень благодарна общественной палате. И сейчас хочу поздравить со второй годощиной трудовой деятельности, направленной на защиту и помощь, иногда так необходимой для людей. Желать всем дальнейших успехов, благополучия. Пусть ваши сердца будут такими же открытыми, добрыми, отзывчивыми на просьбы общества, наших граждан. И вот когда случилась у нас такая беда, что нужно было восстановить документы инвалидов, Тимофеева Елены, мы обошли много инстанций. И только тогда, когда обратились в общественную палату, сразу же почувствовали неравнодушие, в отличие от других инстанций, паспортного стола и так далее, реальную помощь. Огромное спасибо работающим в общественной палате, председателю, еще Надежде Николаевне, Людмиле Сергеевне, Светлане Юрьевне, которые, просто не считаясь со своим времени, писали письма с обращениями и с просьбой о помощи Тимофееву Елене, инвалиду, погорельце. И также безвозмездно ходили с нами по инстанциям и в паспортный стол и старались помочь, просто помочь человеку, который попал в беду. Еще раз благодарю, огромное спасибо от всей души и больших успехов в вашей такой трудной и необходимой работе. Спасибо за звонок. Мы рады, что эта серьезная проблема была решена благодаря работе общественников. Надежда Николаевна, прокомментируйте, пожалуйста, этот звонок, эту ситуацию, расскажите. Да, к нам обратилась Галина Николаевна, да, я помню очень хорошо это обращение. Она начала обращаться в паспортный стол в наше управление федеральной службы где-то с лета. К нам поступил звонок этот осенью. Все это было прошлое лето. Им активно подключились, да, потому что, вы понимаете, человек не только, ему негде жить, и сейчас негде жить, но она не могла получить пенсию, ей ни на что было жить, если бы не Галина Николаевна и ее семья не приютили эту женщину, то есть она бы оказалась на улице. И, конечно, мы, когда начали работать над этим обращением, это была стена, вот в паспортном столе это была просто стена, которую вот мы пробивали. Мы пробивали своим напором, своим упорством. Ну, мы ее пробили. В конечном итоге паспорт был выдан. Причем, говорили там такие сроки, увеличивали, что, ой-ой, это где-то через год, ну, как же через год, ну, что ж она будет жить. Уже после Нового года паспорт получен был. Ну, это огромная личная заслуга Надежды Николаевны. Надежда Николаевна Котович и, наверное, всей комиссии по социальной политике, здравоохранению. Вообще-то в эту комиссию, это второе место после, конечно же, комиссии по ЖКХ по обращениям. То есть здравоохранение у нас не сдает свои позиции. Да, более того, я скажу, если мы видим, что количество обращений в два раза увеличилось в этом году, по ЖКХ увеличилось в два раза, а по здравоохранению в три раза. Да, мы пытаемся, каждый раз пытаемся понять, что случилось, и, может быть... Девушка Николаевна, прокомментируйте, почему так происходит, с чем это связано, на Ваш взгляд? Вот, на мой взгляд, это происходит из-за того, что у нас все-таки нет денег, нет денег на здравоохранение. Или будем говорить, да, или будем говорить, их недостаточно, деньги, наверное, есть, но их недостаточно. Вот именно для решения вопросов по здравоохранению. Это первое. Второе. Люди, конечно, в основном обращаются в эти комиссии какие люди? Те, которые уже в возраст у них пожилой, либо инвалиды. И они не могут ходить там по пять, по десять раз в аптеку за лекарством, допустим, или на запись к узкому специалисту. Поэтому они обращаются в общественную палату. И я хочу сказать, что вот наша комиссия, комиссия именно по здравоохранению, она социальная политика, видите, сколько у нее и волонтерства, и благотворительности. И комиссия работает, в принципе, хорошо, потому что у нас налажен тесный контакт с управлением здравоохранения по выдаче вот этих лекарств, лекарств по бесплатным рецептам. То есть по первому нашему звонку эти вопросы все решаются, люди, естественно, довольны. Там вопросы и выдачи средств реабилитации, то есть все от защиты, связанные с дефицитом средств. И фонд социального страхования. Ну, получается, просто комиссия, когда общественная палата два года назад создавалась и делилась на комиссию, то она получилась одной из самых объемных. Да, ее объединили несколько направлений. Вот этих направлений. И поэтому это, в общем-то, объяснило, почему так много ростов. Самая объемная комиссия все-таки у нас ЖКХ, строительство дорожного хозяйства. У нас больше всего по здравоохранению, социальной политике удивляет такая динамика, почему такой рост, да, то есть три раза, если, в общем, там в два раза, а вот у них, вот именно в этой комиссии намного больше, то есть в три раза. Сегодня очень приятно, что сегодня звучат слова благодарности от наших телезрителей. У нас есть снова звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, это Захар Юрьевич начал. Вы в эфире, здравствуйте. Наверное, звонок сорвался. Пока мы разговаривали, наш телезритель не дождался, но, надеюсь, перезвонит. А пока вот мы заговорили о том, как два года назад формировалась палата, и мы сегодня подготовили небольшой сюжет первого заседания, которое было ровно два года назад, 14 июля. 12 июля. 14 июля этот сюжет вышел в эфир телеканала Одинцова, поэтому давайте посмотрим, как проходило первое заседание Общественной палаты Одинцовского района второго созыва. Первое заседание новой реорганизованной Общественной палаты Одинцовского района по традиции открыл старейший член организации Дмитрий Абдюшев. Затем слово взял руководитель администрации Андрей Иванов, который поздравил собравшихся с избранием и особо подчеркнул, что власти не собираются мешать работе палаты. Всех вас поздравляю с новой общественной палатой, с переформатированием, с избранием и надеюсь на долгую, конструктивную, плодотворную вместе с вами работу. Общественная палата – это организация, которая должна обеспечивать взаимодействие населения с властями. Треть нового состава Одинцовской палаты отобрал лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще треть утвердили члены обновленной Общественной палаты Московской области. Последнюю треть выбрал Одинцовский совет депутатов. Одной из главных тем на повестке первого заседания нового состава стал вопрос о председательстве. Член Общественной палаты Юрий Трофимов выдвинул кандидатуру Захара Юрьевича Иванова. Я знаю этого человека, он занимает активную жизненную позицию. Он уже много помог и продолжает помогать, причем не афиширует. Помогает школам, помогает лицам, помогает лейтенантам. Он представитель среднего бизнеса. Он организовал свое производство сам, смотря, успешно его развивает. Плюс Захар, предки семьянин. Он воспитывает троих детей. Общественная палата приняла предложение. Захару Юрьевичу был задан ряд непростых вопросов. Его коллег, в частности, интересовал опыт и способность претендента к административной работе. Иванов уверенно отвечал на все вопросы, что, возможно, и убедило собравшихся проголосовать именно за него. Работы предстоит очень много. Потому что, действительно, в этот, скажем так, созыв общественной палаты избрали людей неравнодушных, которые хотят что-то изменить к лучшему. И я уверен, что изменить к лучшему. Напоминаю, что в эфире телепроект «Разберемся». У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я живу на улице Северной. Здравствуйте, Сергей. Я, прежде всего, хотел бы поздравить общественников с общественной палаты вот, действительно, с большой работой, с юбилеем двухлетним. Можно сказать, что общественная палата, это превратилось в какой-то, можно сказать, даже модный бренд. Потому что кардинально отличается от предыдущего состава, я вам скажу, и работа, и состав участников. И вообще, если честно, я немножко сталкивался по работе с ними. Вот, если честно, Светлана Налепова – это приятнейшая женщина, дай бог ей здоровья. Спасибо. И Захара Иванова, конечно. Вот это, конечно, команда подобралась, профессионалов. И вот, если честно, таких самодостаточных людей, которые безвозмездно, можно сказать, бесплатно помогают Одинцовским людям Одинцовского района в каких-то своих проблемах. Дай бог им здоровья и удачи. И вообще бы у меня такое, если честно, пожелание такое, я как бы тоже немолодой уже человек, вот наиболее таких отличившихся общественников можно было бы даже рекомендовать на какие-то посты, можно сказать, в администрации или где-то еще что-то. Я бы сказал, что надо им побольше сращиваться, как-то с администрацией потихоньку меняться. Например, и чиновников в общественную палату, а общественную палату в чиновники, вот если можно. Ну, это шутка. А вообще, конечно, всем благ вам и удачи. Спасибо, Сергей, за звонок. Очень приятно слышать в адрес такие слова. Но все-таки функции общественной палаты немного другие, чем у властей, муниципалитетов. Конечно, существенно отличаются. И условия у нас тоже существенно отличаются. И все-таки чиновник, он в очень таких больших рамках, да. И мы часто, а мы выходим за эти рамки. У нас есть такая возможность. И, конечно, мы иногда не понимаем друг друга. Поэтому это можно. Мы уже сейчас в течение двух лет, может быть, на некоторые моменты смотрим по-другому, да. Что-то откладываем какие-то сроки, то есть идем навстречу, откладываем, допустим, какие-то сроки встреч, там круглых столов. Допустим, понимаем, что нужно подготовиться. Если мы раньше там со всей душой бежали, надо, давайте делать, закидывали писем. Сейчас мы анализируем ситуацию и ставим себя на их место, и даем какое-то время. И, слава богу, нас откликаются, готовятся. Отправляю специалистов, администрации. Спасибо, конечно, за это большое. В том числе и поселениям. Так, вернемся к итогам нашей программы. ЖКХ. Мы поговорили немного совершенно про здравоохранение. Что у нас в сфере ЖКХ происходит? Можно я немножко вернусь к сюжету? Да, так прокомментированно сюжет пошел. Тут такое приятное сразу вмешательство. На самом деле, Захарю сказал про неравнодушных людей. Мы были очень удивлены за эти два года, сколько таких людей. И структура существенно поменялась сейчас по сравнению с тем, что было. У нас есть консультанты-эксперты, которые стали членами общественной палаты. Есть члены, которые по каким-то обстоятельствам вышли в связи с тем, что там нет времени, достаточно посвящать себя общественной деятельности. Очень яркий пример такого движения – это наша Надежда Котовича. Николаевна, у нас консультант-эксперта. Уже дошла до заместитель председателя общественной палаты. Очень активный человек. Не зря ее отмечают жители Одинцовского района. Поэтому очень приятно, что у нас в этом тоже есть таких ограничений жестких нет. И мы можем рекомендовать в силу какой-то деятельности. И очень часто к нам идут на встречу. Как, например, с Надеждой. Ну, не всегда. Что касается ЖКХ. ЖКХ, если раньше это было порядка 40% обращения от общего количества, то сейчас это 50%. То есть ЖКХ, строительство и дорожное хозяйство. Очень много проблем. И мы видим, что объективно они все равно возрастают. Почему возрастают? Сейчас Надежда Николаевна взяла прям кураторство над этой комиссией, помогает председателю комиссии. По этим вопросам Максиму Цубуляку как раз координировать. Консультантов-экспертов очень большое количество занимается тоже этим вопросом. Даже дошло до того, что мы отправляли, кидали кличбы, я сказала, в соцсетях, в рассылках, даже где-то в новостях, что кто неравнодушен, кто хочет заниматься общественной деятельностью, подключайтесь. Как бы консультанты и неравнодушные люди, они очень часто, действительно, какой-то модный бренд, общественная палата говорят, они готовы подключаться. Но когда вопросов очень много, они сложны, требуют очень много времени и сил. Очень мало кто может работать в таком режиме. Очень мало. Поэтому действительно, кто может, кто хочет, мы всегда готовы принять в свои ряды общественников. И вы видите, у нас есть возможность и роста, если вы действительно активный, активный житель района. А вот какие вопросы по ЖКХ, может, на Дерниколая? У нас есть, сейчас буквально звоночек. У нас есть звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я житель города Одинцова, родина Маргарита Викторовна. Я бы хотела поздравить общественную палату двухлетним ихней работы, выразить большую благодарность за благотворительные мероприятия для детей-инвалидов, не только, но и города Одинцова, области Московской. И за то, что пенсионеры, очень многие к ним обращаются, и вопросы быстро решаются с какими-то другими организациями, которые именно связаны с пенсионными делами всевозможными. Вот Надежда Николаевна очень много пенсионеров делает, очень много, да, обращаются они к ней, и быстро очень решаются вопросы. Так что спасибо большое общественной палате. Спасибо за звонок. Спасибо. Я уже как-то раз пытаюсь написать обращение. И все поздравления. Все поздравления. Очень благодарности. Прекрасный сегодня эфир, а мы продолжаем про ЖКХ. Ну, по ЖКХ действительно у нас самое большое количество обращений. В первую очередь это обращения по недобросовестным застройщикам. Правильно? Это люди, которые вложили свои деньги в строительство, в итоге строительство в связи с кризисом. Сейчас нет. Ну, эти вопросы уже делятся как бы между по строительству и общественным контролем. То есть вопросы, которые мы постоянно берем на общественные контроли, работаем в группу. Я знаю, что уже есть созданы специальные комиссии, которые еженедельно выезжают на объекты и вместе с застройщиком смотрят, что и как продвигается по графику. Это строительство социальных объектов, которые не строятся, к сожалению, в настоящее время у нас в городских и сельских поселениях. Это одни из самых основных обращений по этим вопросам. Но строятся и просто есть проблемы, задержки большие. Конечно, это сезонные вопросы. Будем говорить, начало отопления, чистка дорог. Это очень интересный вопрос отопления. Это когда отопление выключают, но забывают включать. Да, да, да. Горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение. Я хочу сказать, что у нас вот председатель комиссии, он сразу реагирует на эти вопросы. Вопросы, конечно, проходит фильтрацию, потому что на все вопросы, которые приходят в ЖКХ, невозможно их решать и невозможно на них просто даже прозвониться по всем этим обращениям. Потому что вопросы же, они разного характера будут. Были такие вопросы, что вот у нас на территории рынка постоянно курят торговцы. Такие-то палатки, вы пойдите, разберитесь, но поймите, что ну да, ну раз мы обратились, там администрации позвонили. Но мы же не будем постоянно заниматься этими вопросами, потому что вот такие вопросы, как горячее водоснабжение, когда люди из-за напора отопления не получают по несколько месяцев до нормального горячего водоснабжения. Вот это вот серьезный вопрос, к которому мы сразу подключаемся. И добросовестные управляющие компании, а я хочу сказать, что вот по анализу работы нашей комиссии по ЖКХ, именно вот компания «Трансэншстроя», вот с ней у нас очень тесный контакт и хорошие отношения, и вопросы решаются, реагируют быстро и быстро решаются. У нас есть звонок, у нас есть звонок, продолжим буквально через минуту. Никак мы не можем рассказать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вам звонит Гуля из города Одинцова, многодетная мама и воспитывающая ребенка инвалида. Хочу благодарность выразить общественной палате, что очень так вот относится к семьям, где воспитываются особые дети, что они положительны и относятся к проблемам. И хотим сказать большое спасибо, и чтобы они всегда обращали внимание на теми, у которых есть дети-инвалиды, потому что им всегда нужна помощь. Им всегда даже ласковое слово, ласковое какое-то внимание, взгляд, это очень хорошее... Основка, внутреннее состояние детей. Основка, внутреннее состояние. Спасибо вам за все. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Уже не один звонок был с благодарностью о поддержке детей, пенсионеров, инвалидов. Поэтому хотелось бы, может быть, немножко в этом направлении рассказать, потому что общественники делают огромную работу, огромную работу в этом направлении проводят. Ну, это действительно так. У нас есть же комиссия по здравоохранению, она же благотворительность. Мы организовываем достаточно серьезные мероприятия с такими детьми, как вот у нас был забег, прошел летом, приуроченный к защите детей, бегу, ребенку помогу, где приняли участие более 600 человек. И самое уникальное в этом даже был не сбор средств для таких детей, как раз на спортивные какие-то и средства реабилитации, средств, а именно участие самих ребят в паралимпийском забеге. Это было что-то уникальное, когда я со сцены поздравила, попросила всех ребят встретить паралимпийцев, они выстроились, и под аплодисменты, вот эти вот в ряды, и паралимпийцы никогда в жизни ребята такого не видели, не слышали. Вот как раз. Когда им вручали грамоты. Медали, они на колясках, как они читали, насколько это возможно. Это запомнилось всем, это нам всем запомнилось. И как бы люди, дети, которые обычные, прохожие, они встали в эти ряды, они им аплодировали, кричали, не знаю, пищали. Как они читали эти грамоты, вот именно те надписи. У нас в тем временем есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Забродина Галина Викторовна, жительница города Одинцова. Живу по адресу маршала Крылова, дом 8. Мы очень благодарны общественной палате. Действительно, работа делается очень большая. Но на сегодняшний день хочу попросить общественную палату защитить ребенка-инвалида. По этому же адресу в первом подъезде Воровев Илья. У нас по жалобе добродела этому ребенку демонтировали место, автоместо, которое было выделено в 2012 году траншинстроем. И до сих пор это место, как бы столбы железные какие-то вколотили. То есть аннулировали и цепочку выбросили куда-то. И было место, металлическая такая эмблемка висела, что это место инвалида. Хотя стояла машина, эмблема на машине, что это место инвалида. Что на асфальте Дома управления сделала нам рисуночек инвалидный. И все равно место было демонтировано. И вот бьемся, бьемся, сколько с администрацией. Администрация уже нам написала, что как бы все будет сделано. Королев нам ответил. И в то же время он нам сказал, а в чем проблема? Вы что, сами не можете это довести до ума? Ну сколько можно доводить до ума? Сколько можно покупать эти цепи, которые демонтируются? А кто демонтирует цепи? Кто демонтировал это место? Это место демонтировала наша администрация. В жалобе Добродела. Можно уточнить еще раз адрес ваш? Маршал Крылова, дом 8. И мы попросим вас составить за рамками эфира свой мобильный телефон, чтобы общественники связались с вами. Самое главное не перепутать эти цепи. Ребенка, семья бьется, ребенок в очень тяжелом состоянии, тяжелая форма ДЦП. Ну, помогите. У нас просто огромная просьба. Спасибо за звонок. Телефон оставить свой точный. Конечно, мы подключимся. Если нужно, то перезвонить. Ну, вот такие вопросы, соответственно. Да, это действительно очень важные вопросы. Одни из самых таких важных вопросов, это вопросы пенсионеров, незащищенных слоев в нашем населении. И доступной среды. Да, доступная среда. У нас в чем, может быть, даже задача. Да, у нас очень много сейчас мероприятий для детей и инвалидов, да. Но большинство, например, колясочников в основном, они находятся дома. Родители не выводят своих детей. Это бледные дети, которые практически не появляются на улице, не сидят дома, потому что это часто причина недоступной среды. И часто, может быть, крест ставят на таких детей. Хотя их можно и адаптировать, и с ними можно работать. И чем дольше такой ребенок сидит дома, тем потом сложнее с ним работать. У нас сейчас есть программы, есть программы реабилитации, есть программы даже профессиональной ориентации бесплатные, куда можно отправить ребенка на диагностику и посмотреть, и даже по возможности подобрать им в будущем рабочие места. Сейчас у нас в Российской Федерации развивается социальное предпринимательство основной целевой аудитории, которой одной из основных целевых аудиторий являются инвалиды, люди с инвалидностью. У нас даже есть предприниматели, которые таких людей принимают на работу. Это редкость, но они есть. И если держать в четырех стенах такого ребенка, то потом, когда он становится взрослым, уже невозможно что-то сделать. Поэтому, конечно, огромная просьба участвовать, чтобы мы вас видели, мы вас знали и могли вас пригласить ни в коем случае нигде не прятаться. У нас 20 августа пройдет большой фестиваль с семьей, с детьми-инвалидами. Там будут принимать все дети участие. К нам будут собираться из разных районов семьи с такими детьми. Будут предотвращены активности, будут работать психологи на территории, в том числе и по профессиональной ориентации. Будут работать с разными возрастами. Концерт. У нас будут звезды нашей эстрады. Не только Одинцов. Вот какое количество? Полторы тысячи человек мы планируем, но мы готовы принять до двух тысяч человек вместе со взрослыми. Людей с ограниченным возможностями. То есть мы готовы принять 20 августа фестиваль в городе Одинцово. Да, в городе Одинцово. Можно прийти и зарегистрироваться. Мы, что как... Светлана Геннадьевна, у нас, к сожалению, к большому сожалению, заканчивается эфирное время. И буквально... А мы готовы еще работать. Мы готовы еще работать. Общественники готовы работать не только 24 часа, но, наверное, все 30 часов в сутки. Я просто хотел сказать... Несколько слов итоговых 2 года и перспективы. Что общественники готовы делать? Мы готовы работать. Готовы работать также активно. Нам осталось работать, в принципе, этому созыву один год. Мы предполагаем, что перезагрузка запустится через 6-7 месяцев. Но мы в полномочиях еще ровно год, и мы готовы работать дальше. У нас очень много вопросов на общественном контроле, которые мы ни в коем случае не оставим. И надеемся, что за этот год некоторые объекты мы видим, что мы доведем до конца. И если необходимо, передадим другие, надеюсь, надежные руки. Тем более население вам доверяет, вас верит. По-другому быть не может. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания.